В Самаре на остановках городского пассажирского транспорта за счет средств городского бюджета установили новое электронное табло. Работы завершились на шести объектах. Их выбрали с учетом обращений граждан. Устройства оснащены современными функциями, которые облегчают жизнь горожан и гостей города. Основная из них – обозначение времени, оставшихся до прибытия транспортного средства. Напомним, для активных пользователей доступны мобильные приложения в смартфонах, позволяющие следить за передвижением транспорта. Приложение оснащено навигационными системами GLONASS GPS. Те, у кого нет возможности или навыков использования мобильных приложений, могут следить за временем прибытия транспорта с помощью электронных табло на остановках. Конечно, удобно. А то сидишь, ждешь, у меня этого нет. Я в этом чайник, не понимаю. Электронное табло отображает проходящие маршруты, что позволяет пассажирам легко ориентироваться в существующих вариантах передвижения и выбирать наиболее удобные из них. Все информационные ресурсы аккумулируются в городском центре организации дорожного движения, то есть под ведомственным учреждения профильного городского департамента. Данные используются напрямую с серверов автоматизированной системы управления, куда в свою очередь поступает информация транспортного оператора Самары, что и позволяет следить за движением пассажирского транспорта в реальном времени. А для тех, кто хочет быть в курсе текущих погодных условий, табло показывает температуру воздуха. На данный момент табло работает в режиме отладки. То есть, если какие-то недостатки появляются, то мы их оперативно устраняем. Впервые электронные табло на остановках региональной столицы появились в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Они были смонтированы у остановочных павильонов на Московском шоссе, на улице Новосадова и других гостевых маршрутах, улицах с туристической привлекательностью. К настоящему времени в Самаре работают 53 электронные панели. Сейчас ведется работа по оснащению такими табло, еще таких наиболее востребованных участков, там, где есть обращение граждан. Вот на сегодня выполнена работа по установке шести таких табло, то есть шесть остановок оснащены. В основном это касается отдаленных районов. Новое табло установили на автостанции Красная Глинка, на остановках ЖК Новая Самара, СПТУ-50, поселок Управленческий, бульвар Ивана Финютина. Все по направлению в город. В историческом центре табло появилось на остановке улицы Высоцкого. Одна такая панель обходится в несколько сотен тысяч рублей, с учетом закупки и установки монтажа опор, стойка других сопутствующих работ. Однако это того стоит, ведь электронные дисплеи существенно повышают удобство и эффективность использования городского транспорта. Августина Охременко, Сергей Баскин, События.